Из поучения святого Иоанна Затаустого на книгу Бытия Дьявол изгнал Адама из рая. Христос ввел в разбойника. Смотри на различия. Тот изгнал человека, не имевшего другого греха, кроме пятна непослушания. А Христос ввел в рай разбойника, обремененного бесчисленными грехами. Не то ли только удивительно, что ввел в рай разбойника и ничего нет другого. Можно указать и на другое, большее. Не только ввел разбойника, но и ввел прежде всех, даже прежде апостолов, чтобы никто после этого не отрицал ухода в рай, не отчаивался в своем спасении, видя, что сделавший бесчисленные грехи обитает в царских чертогах. Но посмотрим, не показал ли разбойник трудов, подвигов или и плодов. И этого нельзя сказать. Напротив, за одно слово, за одну веру вошел он в рай прежде апостолов, чтобы ты знал, что не столько значила его праведность, сколько все совершило человеколюбие Божие. Что же сказал разбойник? Что сделал? Пастился, плакал, сокрушался, каялся долгое время, нисколько. Он получил спасение на самом кресте после своих слов. Вот как скоро, с креста на небо, от осуждения к спасению. Какие же те слова? Почему они имеют такую силу, что принесли ему столько благ? Помяни меня, сказал, во царстве твоем. Лука 23, 42. Что это значит? Он просил о даровании благ, не показавшего усердия на деле. А видевший его сердце, внимал не словам, а расположению души. Пользовавшиеся учением пророков, видевшие знамения, и созерцавшие чудеса, говорили о Христе, что он имеет беса и обольщает народ. Иоанна 7, 12, 20. А разбойник, не слышавший пророков, не видевший чудес, видя, пригвожденного на кресте, не обратил внимания на это бесчестие, не посмотрел на это бесславие, но, проникая в самое божество, сказал, помяни меня во царстве твоем. Это необычайно изумительно. Видишь крест и вспоминаешь о царстве, что ты видишь достойного царства, человека распятого, заушаемого, осмеиваемого, поносимого, оплевываемого, бечуемого. Достойно ли это царство, скажи мне? Видишь ли, что он разбойник, смотрел очами веры и судил не по внешности? Поэтому и Бог признал эти слова не пустыми. Но как тот разбойник усмотрел божество, так и Бог видел сердце разбойника и сказал, ныне будешь со мною в раю. Лука 23, 43 Здесь прошу внимания, потому что возникает немаловажный вопрос. Вот манихеи, ухватившись за это место, утверждают, Христос сказал, истинно, истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю, значит воздаяние благ уже было, и воскресенье излишне. Если разбойник в тот же день получил благо, и тело его не воскресло еще, и поныне, то воскресенье тела совсем не будет. Поняли ли вы сказанное, или нужно еще повторить это? Истинно, истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю. Следовательно, говорят, вошел разбойник в рай без тела. Как же иначе, если его тело не было погребено, не разрушилось и не сделалось прахом? И нигде не сказано, что Христос воскресил его. А если он вел разбойника, и он стал наслаждаться блаженством без тела, то ясно, что нет воскресения тел. Если бы было воскресенье тел, то сказал бы, со мною будешь в раю. Не ныне, а при конце мира, когда будет воскресенье тел. Если живет у разбойника, и тело его, и слепше осталось не, то ясно, что нет воскресенья тел. Это говорят они. Затем примите и наши слова. Лучше же сказать не наши, а божественного писания. Потому что мы говорим не свои слова на Святаго Духа. Что ты говоришь? Лодь не участвует в венцах, но она участвовала в трудах. Как же лишается наград? Когда нужно было подвязаться, она понесла большую часть трудов. А когда пришло время венцов, то увенчивается одна душа. Не слышишь ли слова Павла, который говорит, «Всем нам должно быть явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 2 Коринфянам 5.10 Не слышишь ли, как он же говорит, «Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Коринфянам 15.53 «Тленному чему? Душе или телу? Очевидно, телу, потому что душа по природе бессмертна, а тело по природе смертно. Но они многое из этого отрицают, хотя и из того, что остается, можно понять сродство того, что отрицается». Разбойник вошел в рай, говорят они, «Что же из этого? Разве это те блага, которые Бог нам обещает? Разве не знаю, что Павел говорит об этих благах? Не видел того глаз, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку». 1 Коринфянам 2.9 «А рай и око Адамова видела, и ухо слышала, и сердце человеческое ощущала. Об нем мы столько времени беседуем. Какей же разгонник получил благо? Бог обещает вести нас не в рай, а в самое небо. Не в царство райское он возвестил, а в царство небесное». Сказано, проповедал и глаголу «Покайтесь, ибо приблизилось не царство райское, но в царство небесное». Матфея 4.17 «Ты потерял рай, а Бог дал тебе небо, чтобы явить и собственное человеколюбие, и извить дьявола, показав, что как много не будет он злоумышлять против человеческого рода, не успеет ни в чем, когда Бог возводит нас постоянно к большей чести. Так ты потерял рай, а Бог открыл тебе небо. Ты осужден на времени труд, а удостоился вечной жизни. Он повелел земле производить тернии и волчцы». Бытие 3.18 «А душа произрастила тебе плод духа». Видишь, насколько приобретение больше потери, насколько превышает богатство. Я говорю следующее. «Бог создал человека из земли и воды и поселил его в раю. Создан и не остался добрым, но совратился. Тогда Бог воссоздает его уже не из земли и воды, но из воды и духа, и обещает ему уже не рай, но царство небесное». А как послушай? «Когда Никодим, князь Иудейский, впал в ошибку, имея в мыслях здешнее рождение, говорил, что старый человек не может родиться вновь, смотрю, как Христос ясне открывает ему образ рождения, то не родиться от воды и духа не может войти в царство Божие». Иоанна 3.5 А если таким образом он обещал царство небесное, разбойника, живел в рай, то еще и не дал ему благ. Но они сверх того говорят еще нечто другое. Раем, говорят, Христос назвал здесь не райца, но царство небесное. Так как он говорил разбойнику, человеку, не слышавшему высоких догматов и не знавшему пророчеств, но все время проведшему в пустынях, совершавшему убийства, не заглядывшему в церковь, не слышавшему божественного поучения и не знавшему, что такое царство небесное, то и произнося слова «Ныне будешь со мной в раю» под именем рая, как более известным и обычным, Христос разумеет царство небесное и о нем говорит разбойнику. С этим могу согласиться. Следовательно, говорят, разбойник вошел в царство небесное. Откуда видно? Из слов «Ныне будешь со мной в раю». Если это решение натянуто, приведем более ясное. Какое же? Христос сказал, «Неверующий в сына уже осужден» Иоанна 3,18. Что же? Уже осужден? Между тем, еще нет воскресения, нет наказания и мучений. Как же осужден? За грех. Опять Господь говорит, «Верующий в сына перешел от смерти к жизни». Иоанна 5,24. Не сказал «перейдет», но уже перешел. И этот опять за подвиг, как тот за грех. Как один осужден, не быв еще судим, а другой перешел в жизнь, еще не перешедший. И как этому за подвиг, а тому за грех, Христос говорит, как о деле совершившемся, о том, что не совершилось, в таком же смысле сказал он и разбойнику. И врачи, когда увидят кого в безнадежном положении, говорят, что он уже умер, и мир. Хотя знают, что он еще дышит. Как он с точки зрения врачей умер, потому что не имеет надежды на поправление, так и разбойник вошел на небо, потому что миновал опять нас подвергнуться гибели. В таком же смысле сказано было и Адаму. В день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Бытие 2.17 Что же, разве в этот самый день он умер? Нет. Он прожил после того дня более 900 лет. Бытие 5.5 Как же Бог сказал, в тот же день умрете? По приговору, а не самым делом. Так и разбойник вошел на небо. Послушай, что говорит Павел, показывая, что никто еще не получил воздаяние благ, говоря о пророках и праведниках, он прибавил. Все сии умерли в вере, не получивши обетования, а только издали видели он и и радовались. Евреям 11.13 Этого держитесь и помните, и учите неслышавших. Об этом размышляй каждый день и в церкви, и на рынке, и дома. Ничего нет ныне приятнее божественного учения. Послушай, что об нем говорит пророк. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим. Псалом 118.103 Этот сот полагай на вечерней трапезе, чтобы всю ее исполнить духовного веселья. Не видите ли, как богатые люди после обеда приглашают певцов и флитистов, они свой дом делают театром. Ты сделай свой дом небом. А сделаешь это не тогда, когда переменишь стены или переставишь основание, а когда призовешь к твоей трапезе самого Владыку Небесного. Бог не презирает такие вечери, где духовное учение там и смиренно мудрее, и честность, и скромность. В Ему же жена и дети в согласии и любви соединены узами добродетели. Там посреди Христос. Он ищет не золотой крыши, не блестящих колонн и не красивых мраморов, а красоты души, духовного благолепия, трапезы, обильной праведностью и имеющей плоды милостыни. Когда он увидит такую трапезу, тотчас приходит и принимает участие в собрании. Он сам сказал, увидели, меня алчущим и напитали. Матфея 25.35 И так, когда услышишь, что внизу громко кричит нищий, а затем дашь просящему что-нибудь из того, что находится на столе, то в лице рабаты пригласил Господа к своей трапезе. Всецело исполнил ее благословение и этим начаткам положил весьма важное основание к тому, чтобы твои житницы наполнились множеством благ. Бог же мира, дающий хлеб пищу и семя сеющему, да возрастит посеянное вами и умножит плоды правды во всех вас, подавая свою благодать и удостоит Царствие Небесное, которое дополучим всем мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь.